всем привет вы на канале улиточка searches garden да вы не ошиблись и это я и голос за кадром как и обещала появилась в своем видео своих сережках которые вы уже видели и на фб и в instagram вот выполняя свои обещания сегодняшний ролик будет посвящен вопросу очень актуальному в данный момент это искусственная подсветка для наших орхидей на темное время года скажем так и был бы статичный не очень интересный кадр поэтому вот такой скажем подвернулся случай появится в кадре а в этом ролике я не буду никого агитировать что вам надо или вам не надо каждый решает сам для себя мы все растим наши орхидеи так как мы видим так как мы этого хотим и это просто пища для размышлений я всегда считаю что надо читать много разнообразного опыта все это сравнивать и принимать решение для себя в своих условиях это такие дополнительные знания иногда не очень полезны иногда полезные бывает по-разному и так что касается подсветки а в моем случае я решила что однозначно да а почему потому что у меня есть растение у меня есть собственно орхидеи которые круглый год растут круглый год растут круглый год цветут это то что касается моих таких гибридных котлей например также есть орхидеи видовые которые например цветут зимой или цветут ранней весной зимой у них это все созревает и нужен цвет а есть орхидеи например листопадных чаще всего это наблюдается у орхидеи листопадных лесов когда зимой им требуется повысить уровень освещения например в общем случае бывают разные я не хотела чтобы у меня в коллекции были варианты что вот этот вот рост рост бульба псевдо бульба все что угодно росло у меня в зимний период или в темный период и поэтому она у меня там деформированная недоросшая недоразвитая еще какая-то или вот те варианты когда но это цветение зимние поэтому оно такое скудное поэтому вот такая вот печаль я этого не хотела плюс я считаю что орхидея в таких случаях тратит слишком много своих сил и не восполняет и даже на то чтобы вырастить вот такой вот недоросточек она потратит столько же сил сколько весной например на полноценный рост а то и больше и это ее истощит и опять-таки весной она не даст ожидаемого хорошего классного прироста поэтому я предпочитаю досвечивать зимой вот например смотрите видите какие растут уже темненько уже не хватает для них я уже включаю подсветку поэтому и кстати так как я включаю подсветку то конечно же тех кто активно растет я конечно же кормлю удобрениями и зимой то есть зимой у меня не получают удобрения только те кто ушли на покой да есть природники которые я точно знаю что у них вот таких рамках период покоя я их начинаю к этому готовить и благополучно не удобряю есть интересные первичные гибриды от природников которые тут надо поиграться это приходит с опытом ты узнаешь когда у них период покоя и тоже начинаешь их готовить все остальные кто хочет у меня расти в это время все получают дополнительный свет и удобрения что касается света свет должен быть качественный если вы поставите некачественный свет лучше на не стоит знаете вот никакой потому что сейчас расскажу тут давайте расскажу про балкон потом переключусь на другую тему значит что касается балкона у меня восточная сторона много света достаточно высокий этаж то есть получаю у меня орхидеи достаточно солнышко я считаю что спектра этого хватает и я поставила лампы они называются как бы дневного света но они для растений то есть тут надо поискать поковыряться и есть для растений не только вот эти вот стандартные розовые лампы до фита лампы есть и лампы белого и желтого света тоже для растений также есть офигенные лампы full спектр они светят приятным желтым это все супер у меня стоят пока так как это окно так как они получают свет с окна просто дополнительная подсветка для именно для растений дневной свет стоит уже ну в первой коллекции было вот так и в этой коллекции так я пока смотрю но на будущее честно скажу я мечтаю поставить большие классные прожекторы большие классные настоящие лампы для растений с вот этим full спектром ну это просто моя мечта я к ней иду я к ней пока иду потому что это ну такое удовольствие да не из дешевых но она того реально стоит поэтому я двигаюсь в этом направлении теперь как у меня растут вот там в глубине квартиры все это у меня там основные квестерисы и фаленописы растут они в тепличках абсолютно при искусственном освещении они никогда не видят солнечного света поэтому лампы надо было подобрать очень очень кропотливо а я остановилась на самсунговских лампах мне очень понравилась лампы у них для растений и у меня такая там лопасти как вентилятора они крутятся можно регулировать но она подошла мне для орхидариума она висит вверху достаточно большой у нее от соколь и сам светильничек и например на полке в моих тепличках оранжерейках она не подойдет поэтому у меня такая одна она висит там но результаты бомба я в восторге честно говоря а в тепличках мне мастер собирал подобную лампу мы выбирали честно признаюсь не самые дорогие прям вот светодиоды но вот из разряда выше среднего и он мне делал они точно также кроме там идет красные диоды синие то есть на красный спектр до синий спектр желтые светодиоды full спектр и еще идет там белый светодиод который добавляет люкса лампе то есть мощнее она яркости дает больше так и мне очень нравятся результаты я с этими лампами уже полтора года они просто ну бомбезные честно мне очень нравится единственное у меня теперь новый пунктик такой червячок сомнения заполз я хочу доставить лампы дневного света для растений чтобы добавить еще немножко люксов потому что мне очень кажется что маловато если добавить там прям цветение будут вау поэтому я хочу попробовать добавить посмотреть и возможно это будет лишним а пока я пользуюсь к сожалению просто чтобы хоть примерно понимать мощность света скажем так с люксометром на телефоне я брала лампы где есть указание сколько люкс и сверялась телефоном посмотрела примерно какая погрешность насколько врет и так ну то есть я для себя хотела примерно представить из меня лампа дает 2000 а мне надо 10 или у меня лампа дает 6000 или 8 а мне надо 10 ну окей то есть вот для этого да я куплю я обязательно я вот себе присмотрела уже кстати я хочу купить люксометр пиаш метр с функции еще тдс есть пиаши тдс метр в одном хочу себе такую штуку купить крутую да так вот и у меня живут с этими лампами но внешне сидится мне надо экспериментировать поэтому я посмотрела все там так хвалят все закупились знаете вот эти вот лампочки с алиэкспресс такие как зонтики маленькие такие они бывают на разное количество светодиодов все там вау я поставил у меня так растет вообще бомбезно думаю блин не может лампа за 100 гривен с алиэкспресс быть бомбезной в итоге что я решила попробовать я купила установила на один из своих стеллажей ну скажем так чтобы дать нормальная освещенность мне пришлось поставить шесть таких лампочек что по цене в принципе вышло столько даже чуть дороже чем стоит моя лампа нет столько столько же где-то как стоит моя лампа до готовая то есть деньги на ветер но что самое интересное я поставила туда а часть новых цветов которые никогда не росли с моей подсветкой я их получила и туда поставила часть цветов которые такие матерые старики перенесут любые невзгоды и росли при моем уже освещении и парочка для эксперимента были которые активно растут те которые активно корни растят листья растят и даже с цветоносами решила ну уже же ради эксперимента надо поставить и узнать но результат честно лампы фуфил вот простите меня за такой грубой слова ну реально я не знаю как вы их нахваливаете вот я протестировала и я через две недели в панике быстро хватало запасные лампы ставила дневного света чтобы хоть как-то там что-то задвигалась ничего не задвигалась цветоносы я попрощалась рост листьев очень замедлился потом остановился корни закуклились новички вообще сказали пока мы здесь жить не будем один новичок почил и ушел в мусорное ведро я выдержала реально месяц с этими лампами сказала нет все к чертям это все лампы и ставлю уже заказываю ставлю те которые у меня всегда стоят вот такой у меня был неприятный эксперимент если вы докупите эти лампы на балкон то скажем так вы не у вас не будут угнетаться растения потому что они будут получать свет с окна но это знаете будут лампа из серии я поставил для очистки совести то есть я такую галочку поставлю есть досветка но смысла с этого не будет это будут выкинутые вами деньги поэтому честно извините вы не жлобитесь поставьте лампы хорошие поймите но если вы покупаете дорогие растения они того стоят или не выкидывайте деньги на ветер оставьте как есть не ставьте никакие вот но честно я попробовала вот я вам просто говорю свой оттестенный опыт с разными лампами вот ну блин фуфло так что-то в принципе такое самое главное наверное я осветила вы поняли что я считаю что нужен свет нужен обязательно и у меня тут раз не только орхидеи но и другие мои зеленухи им очень очень нравится тоже это освещение я моих планах я вам тоже по поводу освещения рассказала и чтобы уже не будем затягивать ролик хочу сказать большое спасибо за просмотр большое спасибо всем кто досмотрел этот ролик до конца я надеюсь наше первое знакомство вышло удачным я вам сейчас по секрету скажу я этот ролик записала и у меня была накладка с микрофонами и я его перезаписывала поэтому от следующих роликах я буду в другом цвете в том котором я была предыдущая это мой новый цвет вот так вот ну что ж еще раз всем огромнейшее спасибо спасибо что вы меня смотрите мне очень приятно познакомиться уже с вами вот так вот лично показать какая я кто я подписывайтесь на канал ставьте лайки заглядывайте туда написали в инфобокс там много всего интересного много разных ссылочек много 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 всего и еще вот в конце ролика кто досматривает до конца тем вылазят всякие подсказочки на плейлисты на похожие видео на рекомендованные мною видео поэтому тоже тут в конце ждет много всего полезного и теперь уже совсем все всем большое спасибо всем солнечных дней пышных цветений пока пока пока